всем привет и сегодня у нас обзорчик игрушки которая вышла вот только что насколько вы видите у меня при себе сейчас ipad mini и macbook pro 13 диагонали 13 дюймов с экраном retina macbook 12 года ipad mini прошлой модели не с retina экраном и для чего именно достал эти два аппарата потому что я хочу сравнить производительность и графику то есть насколько она увеличилась или уменьшить после или уменьшилась по сравнению с различными аппаратами apple графика hd 4000 и ipad графика и процессор apple опять прошу прощения за небольшие оговорки потому что обзор делался с пылу жару действительно хотел показать чем это все дело отличается почему именно сравнивать эти устройства потому что оба они не новые этот прошлогодний этот по моему уже года полтора ему и действительно сравним насколько что дело улучшилось и насколько молодцы из компании rockstar оптимизировали все это дело для мобильных платформ и в частности будем тестировать как вы уже могли заметить на ipad mini для начала запустим игрушку под названием gta san andreas на макбуке и на планшете запустим сначала на планшете потом на ноутбуке блин как себя запустил как татарин короче говоря вот они запускаются параллельно и вы можете видеть насколько сильно отличается даже вступление так нажимаем не в сети для того чтобы не вводить никаких учетных данных как видите никакой никакой загрузки нету в то время как на макбуке есть логотип rockstar почему сравниваем на эти две игрушки ну соответственно потому что гиташка только вышла и она довольно таки боже большой ажиотаж вокруг себя сделай и во вторых потому что в apple store для mac есть gta san andreas и вот только сегодня появилась gta san andreas для ipad для android этой игрушки нету так что нет смысла искать google play так собственно говоря можно начать так здесь нажимаем начать игру и ну давайте-ка скажем начнем новую игру честно говорят не так уж и много прошел но не суть нажимаем начать игру уже все началось итак посмотрим кто первым запустится как вы видели ipad сортовал немного раньше ну соответственно макбук уже запустился опять же что касается ipad как вы видите всего лишь одна статичная картинка которая не меняется то есть нет такой фишки как на macbook pro как на версии для специально сделано для макинтош то есть тут нет никаких дополнительных плюшек опять же что касается версии насколько вы можете заметить сама по себе игрушка сейчас немножко убавил звук потому что более-менее что можно было разговаривать на тяжело переговаривать игрушку и так что же касается самой игры что именно хотел донести ты это этим видео во первых поставить оптимизацию и что мне не ругали в комментариях насколько вы можете заметить сама по себе гиташка она ну так скажем уже не первосортная это для многих людей более является раритетом чем не знаю какой-то полноценной игрой это игра до которая в которой вы могли рубиться в детстве в которой вам просто ну нравилось не только графой нравилось и сюжетом это действительно по моему мнению самая лучшая gta я говорю не без преувеличения то есть я действительно так считаю и те кто так не считает можете кинуть меня кирпичом ну это лично мое мнение и именно поэтому я делаю обзор и сравниваю эту популярную игрушку на двух совершенно разных устройствах хотя как совершенно разных оба от производителя apple именно здесь я хочу посмотреть насколько же все-таки аппарат стоимостью около 11000 ну соответственно за 16 гигабайт за 16 гигабайтную версию отличается от аппарата за 52 тысячи или даже по моему больше но я покупал за 51 что ли сейчас уже не скажу и так и здесь я действительно захотел посмотреть стоит ли людям покупать ipad как он тянет сейчас современные игры и тянет ли он вообще их и насколько это классная вещь и действительно стоит ли она внимание на макбуке установлена максимальная графика для этой игрушки игрушка не тормозит дело в том что процессор просто не разогнут как вы видите как вы видели я все это дело в первый раз только запустил и именно поэтому и присутствуют небольшие тормоза и так что же касается версия на айпаде как вы видите все полностью так же как и на экране ноутбука и собственно говоря сейчас уже можно говорить о том что графика после идеально оптимизированы единственное что страдает версии на айпаде ну и на всех устройствах айос это дальность прорисовки то есть если у вас аппарат весьма такой старенький типа как у меня с процессором опять то есть у вас iphone 4s по моему а 4s тоже на опять стоит или там к другой процессор опять x я честно говоря даже не помню то у вас будут такие небольшие забагованности опять же что касается ipad mini 2 ipad air ну возможно и по четвертого поколения все будет идеально там экрана ретины просто выглядит все забубенский и так и думаю стоит пропустить обе заставки и собственно говоря мы начинаем игру все начинается и все вся игра действует точно по таким же правилам как они есть в оригинальном gta sound res то есть мы нажимаем на велик сразу и у нас игрок бежит здесь же для того чтобы сесть мы нажимаем на букву f так у нас здесь герой на велике здесь и так мы сейчас можем выбрать управление на айпаде можно выбрать аналоговый то есть насколько вы понимаете это у вас будет два джойстика нажимаете здесь он у вас и будет крутить головой нажимаете здесь у вас будет ехать кнопки это типа руля направо налево поворачивать и пролистывание это в любой части экрана может делать но лучше конечно же аналоговый по моему мнению то есть сколько вы сейчас можете видеть появился вот такой джойстик и крутится колесо что же касается версии на ipad то тут совершенно ничего такого прямо не незыблемо тяжелого нету включаете английскую раскладку клавиатуры и у вас совершенно спокойно ваш герой начинает ехать крутить педали и радоваться жизни как я уже говорил графика на macbook максимальная а процессор вот только сейчас начал более-менее разгоняться и ноут стал более-менее греться именно поэтому присутствует небольшие забагованности тормоза теперь же мы все-таки постараемся проехать ну до этого же самого места на ipad как вы видите на ipad совершенно ничего не глючит как я уже говорил стоимость его ну можешь сказать вообще минимальный для ios устройств и все достаточно прикольно ухты как вы видите даже я к нажимаю несколько раз он так забавно начинает прыгать честно вот теперь начал разгоняться почему-то подумал что все осуществляется такими же действиями как и на версии для ноутбука и так мы остановимся на этом моменте думаю здесь яркость можно повысить это год максимальная яркость здесь максимально тут конечно же не максимальная таки вот максимальная яркость на но люди вот вы по сути можете видеть слева экран ни retina справа экрана retina слева мобильное устройство портативно я бы так сказал Справа устройство, ну уже более высокого класса и созданное в частности не только для игрушек и для чтения интернет серфика, но и более для продвинутых некоторых приложений, которые вам встречаются в повседневной жизни То есть в этом обзоре я и постарался это дело сравнить Что же касается моего отношения к этой игре, то есть насколько вы могли видеть, я в обзоре постоянно говорил, что GTA это просто великолепная игра Что просто классно, что Rockstar такие молодцы, они портировали и сделали официальный порт для iOS устройств И это конечно же классно, в дальнейшем будет и для Android, то есть владельцы Android не стоит разочаровываться, все действительно классно И в будущем, ну я так думаю, что в будущем даже будут некоторые эксклюзивы на Android, которые будут по-настоящему обгонять своим качеством версии для iOS Хотя вот только буквально пару часиков назад посмотрел и на сайте MacDigger, ну нет ни в коем случае не реклама, просто есть такой информационный сайт и довольно-таки интересный Засветилась информация о том, что Galaxy S5 по неофициальным данным, модель какая-то 900LDW что ли, была замечена в тестах, в тестах производительности И получилось так, что iPhone 5s в мельчмарке обгонял на целых 300 попугаев версию неофициального Samsung Galaxy S5 То есть нужно делать выводы, при том, что в Samsung Galaxy S5 все самое новое железо и процессор 2,5 МГц Я не буду говорить, что там экран 2К, ну это все дело конечно неофициально, не надо мне говорить и кидать в меня тапками, то что Galaxy S5 уже вышел, когда вы смотрите этот обзор А я несу какую-то херню, но что есть на самом деле, то есть, видео записывается, сейчас даже не скажу, по-моему 11 декабря сейчас Вот такой вот у меня обзор получился, это некоторое сравнение, сравнение версии для iOS и версии для Mac Для компьютера ситуация будет, соответственно, аналогичная ситуации на Mac, то есть графика будет такая же Единственное, что на комп можно будет найти некоторые моды, хотя умельцы на сайте Rootracker есть специальный раздел, который называется Игры для Mac Выкладывают там свои мододеланные игрушки и там достаточно все неплохо получается Вот такой вот обзор у нас сегодня получился, мое мнение, скачивает или не скачивает, но, насколько вы можете видеть, игра оптимизирована великолепно, если вы являетесь фанатом На выходе она в новозеландском App Store стоила 6 долларов 99 центов, по-моему Сейчас она стоит 9.99, честно говоря, я удивился, почему настолько сильно произошла разница И почему именно в данный момент буквально за 5 часов для всех остальных стран увеличили цену, ну, насколько получается, на 4 доллара, на 3 доллара Это не очень хорошо, это не плюс Apple, это не плюс Rockstar, ну, хотя Rockstar особо цену-то сами не выставляют Там все у нас более идет политика вместе с Apple, они более-менее сотрудничают и вместе сговариваются по поводу установленной ценовой информации Итак, вот такой вот у нас обзорчик получился Играть обязательно фанатам, скачивать и покупать, ну, соответственно, тоже фанатам Ну, а те, кто не хотят тратить 10 долларов, соответственно, все там найдут способ, как же это все дело осуществить Возможно, когда-нибудь в далеком будущем или недалеком я сделал обзор, как скачивать игрушки бесплатно Как этим всем делом опасным заниматься без Jailbreak на iOS, вообще на любой iOS Подписываемся на канал, ставим лайк, вот такой вот сегодня обзорчик получился Хотел сделать что-то необычное, потому что, ну, наверняка уже к моменту залива видео будет там чуть ли не полмиллиона Самых разных обзоров, самых разных отрицательных, положительных комментариев, мнений в школьниках по поводу этой игрушки Поэтому я сделал что-то свое и спасибо за то, что посмотрели это видео Подписываемся, как я уже сказал, ставим лайк и до встречи Субтитры сделал DimaTorzok